У каждого человека есть двойник. Возможно, Вселенная специально создает дубликат для надежности. Если вдруг с одним что-то произойдет, второй останется. Вот только увидеть двойника суждено не всем. Поэтому встреча с двойником всегда становится неожиданностью и иногда вызывает не только удивление, но и страх. Когда рождаются однояйцевые близнецы, они похожи друг на друга, как две капли воды, но это в порядке вещей, так как они родились с одной матери. Также случается, что потомок чуть ли не один в один похож на своего предка, близкого или далекого. Тут ничего не попишешь, гены. Но иногда происходят совершенно фантастические вещи, когда два совершенно чужих человека похожи друг на друга, как близнецы. Кто-то начинает искать общих родственников, другие думают, что их разделили при рождении, хотя, как позже оказывается, родственных связей между ними не было обнаружено. Раньше считалось, что если человек увидит своего двойника, то это к смерти, или, по крайней мере, к большим неприятностям с точки зрения здоровья. Но все течет, все изменяется. Сейчас стало модным искать своего двойника. Для этого создаются целые сообщества, где собираются похожие друг на друга люди. Теперь считается, что встретить двойника – это к большой удаче. Это все равно, что сорвать джекпот в лотерее. Ведь такая вероятность ничтожно мала. И в то же время встретить своего двойника не так уж и сложно. Несмотря на уникальную внешность человека, природа сможет скопировать, причем не единожды, его форму носа или губ, разрез глаз, цвет волос. И иногда происходят такие удачные сочетания, что получается практически точная копия оригинала. Вот уже и получился двойник. Но мы просто не обращаем на это внимания. Другое дело – знаменитость. Тот всегда на виду, поэтому любое сходство с ним вызывает сенсацию и даже нездоровый интерес. Если вы начнете расспрашивать своих близких или знакомых о встрече с двойниками, то каждый из них расскажет вам хотя бы один случай. Случай первый. Однажды мама шла по тротуару. На встречу ей шла женщина. Мама ее увидела, обрадована, кинулась ей на встречу, поздоровалась. Ведь это была ее очень хорошая знакомая, можно сказать, подруга. И была очень удивлена, когда женщина посмотрела на нее, как не на нормальную, и прошла мимо. Мама стояла несколько секунд в оцепенении, не понимая, чем она так обидела знакомую, раз та не захотела с ней даже разговаривать. А потом вдруг ее пронзила мысль, от которой она аж похолодела. Ведь та женщина, с которой она перепутала встречившуюся ей даму, уже несколько лет как умерла. Мама почувствовала себя так, будто постречала призрака. Сходство было нереальным. Случай второй. Прихожу к подруге, а ее дочка обиженно так спрашивает. «А почему вы со мной вчера не стали разговаривать?» Я очень удивилась, так как именно накануне я весь день провела дома, даже на пять минут не выходила на улицу. Оказывается, девушка видела меня в магазине. Даже подошла ко мне и стала разговаривать. Конечно же, моя копия удивленно на нее посмотрела и отошла в сторону. Я так и не смогла убедить девушку, что это была не я. Пока не попросила описать внешность двойника. И тут девушку осенило. У меня на тот момент волосы были ниже плеч. А у моего двойника очень короткая стрижка. Как вы понимаете, за один день мои волосы никак не могли отрасти на целых 20 сантиметров. Долго потом девушка ахала и удивлялась необычному сходству. У меня даже закралось сомнение, одна ли я родилась и не было ли у меня сестры. Поговорив с мамой, я убедилась, дочке моей подруги просто посчастливилось увидеть двойника. Случай третий. Мой муж рассказывал, что много лет назад аналогичная ситуация произошла и с ним. Как-то его отец выразил ему претензию, что тот с ним не стал разговаривать, когда они встретились на улице. Отец его видел не издалека, а на расстоянии им вытянутой руки. Он стал разговаривать, как ему показалось, со своим сыном. Но тот буркнул что-то и постарался побыстрее ретироваться, видимо, приняв пожилого человека за умолешенного. А как еще можно отнестись к тому, когда к тебе подходит совершенно незнакомый человек и называет тебя своей дочкой или сыном? Кстати, двойника моего мужа видели не только в том городе, где он жил, но и в соседнем, где он никогда до этого не был. История описывает много случаев, когда двойники, не связанные друг с другом родственными узами, ведут одинаковый образ жизни. Они очень схожи по характеру и темпераменту. Откуда же берутся двойники? Если отбросить теорию о создании двойников Вселенной, то вспоминается выдержка из Библии. Мол, создал Бог каждый вид существ по паре, в том числе и человека. Значит, мы все произошли от самых первых мужчин и женщин, Адама и Евы. Поэтому получается, что чисто теоретически у каждого из нас есть несколько братьев и сестер со схожим набором хромосом и схожими внешними данными. Или это не так? Ученый, врач, автор книг о клонировании Дегтярев утверждает, что у двойников схожа не только внешность, но даже ДНК, причем при совершенно разных родителях. Генетик Семен Заслонкин объяснил поразительное сходство посторонних людей тайным родством. Благодаря математическому анализу любой человек через 8 поколений станет потомком 256 родственников. А сколько родственников наберется через 20-30 поколений? Что делать, если встретили своего двойника? Встретили двойника своего или вашего знакомого? Считайте это большой удачей. Не стоит относиться к этому, как к вашему фатальному исходу. Наоборот, считайте, что вам крупно повезло и вас ждет приятная неожиданность. Ведь приметы придуманы людьми, и за каждой приметой стоит чья-то счастливая или грустная история. Так пополните ряды счастливчиков, а не тех, для кого встреча с двойником превратилась в трагедию. Природа любит клонировать двойников. А что подразумевается под словом «природа»? Кто является создателем клонов Всевышний или какой-то инопланетный разум, благодаря которому мы появились на Земле? А как вы думаете, откуда берутся двойники? И встречали ли вы своего двойника?